Пожалуй, это была одна из самых насыщенных и деловых сессий. Многие вопросы голосовались достаточно быстро, особенно земельные, а их было 52. А все потому, что большинство вопросов были предварительно рассмотрены заранее в депутатских комиссиях. А всего на сессию вынесли 90 вопросов. Кажется, это абсолютный рекорд. И не очень верилось, что все они будут рассмотрены за один день. Но рассмотрели 85, что тоже кажется рекордом. После утреннего заседания в комиссиях сессия началась практически с праздничной процедуры. Вместо выбавшего депутата Березенца была представлена кровец Алла Викторовна, которая после прочтения депутатской клятвы и стала новым депутатом Славоческого городского совета. Поздравляем! Далее традиционная информация от мэра. В частности, он прокомментировал и проинформировал депутатов относительно начала отопительного сезона. Первые 13 вопросов были рассмотрены очень быстро. А вот на 14-й, об утверждении победителя конкурса по вывозу бытовых отходов, разгорелась достаточно продолжительная дискуссия. Часть депутатов считали, что в проведении конкурса были допущены неточности и ошибки. Позиция нашей комиссии такова, что все участники, которые участвовали в конкурсе, не соответствуют квалификационным требованиям, не соответствуют конкурсной документации. Поэтому по законодательству, про разработанные исполкомом документации, они должны быть просто сняты, и конкурс должен был быть признан таким, что не вебувься. И должен быть заново проведен, был в течение 10 дней. Насколько я понимаю, что на данный момент времени вывоз по вывозу бытовых отходов, вебувь осуществляется и должен осуществляться до момента, пока не будут перезаключены договоры. А другие депутаты и организаторы конкурса считали, что все прошло вполне нормально. Мы принимали решение на основании той информации, которую получили в момент раскрытия документов. Ни один из представителей, директора участвовали в конкурсе непосредственно, не заявил протест по поводу того, что допускаются его документы и всех остальных. Сегодня, если мы не примем решение, то мы еще с вами минимум на полгода остановим процесс вывоза мусора. И, скорее всего, те, кто вложил сегодня, инвестировал в закупку оборудования, больше участвовать в нем не будут. Экс-глава ЖКЦ Ирина Жабольникова высказала свою точку зрения. Да, я понимаю, что произошла перерегистрация предприятия по всей вероятности по той причине, что купили дорогую технику, ее надо было покупать, эту технику, для того, чтобы показать качество своей работы. Сейчас новая техника стоит в гараже, а мы с вами вот это вот голосование затягиваем вступление в силу работы и заключение нормального договора с исполнителем услуг. Итоги дискуссии подвел мэр Славутища Фомичева. Мы видим, что происходит сейчас в коттеджной забудове в этот период. И это тоже вопрос. Мы видим, в каком состоянии контейнерный парк. Мы хотим проведать раздельный, сучасный, экологический сбор смятей в Славутища. Славутищ до этого готова. Та мы можем стать в Украине экологической столицею, врешті-решт, в цьому вопросу, если мы работаем. Все согласились с тем, что условия были открыты, честные, есть победы. Мы не получили оскорбления от других участников на это решение. Те, кто удивит, почему сегодня есть дискуссия. Победители конкурса были утверждены решением сессии. При рассмотрении вопроса об изменении в программе «Здоровье славучан на 2019 год», тоже возникли дискуссии. Депутат Наталья Шурыгина предложила, чтобы часть денег из программы «Мисцевый стимул» – это приобретение жилья – были перенаправлены на выплату заработной платы и авансы для работников городской больницы. А часть депутатов предложила искать другие источники для зарплаты медикам. Рассудил споры депутатов главный врач больницы Алексей Владыжев. Дефицит у нас насправді дуже великий. И под вопросом стоять еще зарплаты за листопад и за грудень. Тому это не последний раз, когда мы будем до вас вертаться. Если на следующий год у вас будет возможность выделить снова деньги, это будет очень хорошо. У нас много еще может появиться вакансий. Приехавший около часа дня из Киева депутат Владимир Борисов поделился на сессии информацией о выигранном суде. Ну, я предлагаю, в конце концов, во-первых, признать, что Слоучский городской совет нарушил закон. При этом я выиграл, подчеркиваю, два суда по двум решениям. И по одному решению я выиграл и суд первой инстанции, и апелляционный суд. Слоучская миска рада должна принять решение, что она приняла незаконное решение, потому как сегодня шестым киевским окружным апелляционным судом решение Слоучской мисковой рады от 14.02.2019 было отменено. Фактически, с сегодняшнего дня я являюсь секретарем Слоучского городского совета. При рассмотрении вопроса о предприятии Кивач, увы, директор предприятия так и не появился на сессии, депутат Виктор Кривопишев предложил отменить решение Слоучского городского совета от 15.09.2017 года. А вот депутат Юрий Репих обратил внимание на то, а что, собственно, даст это решение. Мы принимаем такое решение, и что дальше? А он себе работает, поцелуем, мы бульдозер, он сносит, он обращается с иском в суд о возмещении материальных потерь. С юридической точки зрения это абсолютно незаконное действие. Для того, чтобы оно стало законным, нужно заключение экологической инспекции все-таки. Решено официально заказать еще одну экологическую экспертизу, и депутаты все-таки проголосовали за отмену решения городского совета от 15.09.2017 года. Хотя жители, проживающие около Кивача, остались недовольны. Подробнее о сессии городского совета смотрите в спецрепортаже в среду и сюжете в новостях Славутича в субботу. Продолжение следует...